Привет всем любителям макияжа! Как часто бывало такое, что вы выбирали себе палетку, румяна, тон, но не могли подобрать из-за того, что не знали, какой цвет вам лучше подойдет. К счастью, нам не надо изучать колористику вдоль и поперек, чтобы подобрать себе правильный оттенок. В 1970-х годах швейцарский художник Итан забрал специальную схему для нас и разделил всех людей на 4 цветотипа. Учитывая контрастность, светлость и темноты по отношению наших волос, цвета кожи, глаз и бровей друг к другу, а также учет теплых и холодных оттенков. И благодаря этой схеме сегодня мы узнаем, какой косметике нам лучше присматриваться, а какую оставить для других. Поскольку в этом видео очень много информации, чтобы не запутаться, возьмите ручку, возьмите цитратку и запишите, чтобы потом точно знать, что подходит именно вам. И не переживайте, все это намного проще, чем кажется. Даже у цветотипов такие легкие названия, как весенний, осенний, летний и зимний. Ну а чтобы случайно не запутаться и не дезинформировать вас, я буду держать перед собой тетрадку, где я записала все самое необходимое. Весенний цветотип Теплый, не контрастный. Кожа тонкая, чувствительная, видны красные сосуды. Кожа имеет теплый персиковый цвет, также цвет слоновой кости, желтовато-золотистый, золотисто-коричневый. Очень быстро загорает на солнце, обычно в золотисто-красный оттенок. Также склонна к веснушкам золотисто-коричневого цвета. Глаза в весеннем цветотипе Серо-голубые, серо-зеленые, светло-голубые, янтарные, желто-коричневые, светло-карий. Итак, у меня уже совпадение по двум пунктам. Во-первых, это кожа, а во-вторых, это коричнево-желтые глаза. Хотя до этого я всегда думала, что я больше подхожу к зимнему цветотипу. Следующий пункт. Волосы. Они могут быть светло-золотые, медовые, золотисто-пепельные, с чуть красноватым оттенком и желтовато-коричневые. Ну а теперь поговорим про косметику, которая подойдет весеннему цветотипу. Основа должна быть легкая, прозрачная. Не допускаются холодные оттенки. Карандаш для бровей должен быть либо серый, либо светло-коричневый. Вот это то, о чем я говорила, когда мы делали брови. Что черный цвет бровей мне не очень подходит, и мне придется их перекрашивать. Румяна лучше выбирать бледные, красно-коричневые, лилово-бежевые, персиковые или лососевые. Для теней нам лучше использовать тепло-розовый цвет, молочные оттенки, персиковые оттенки, бежево-серый, светлые оттенки коричневого, светло-зеленого и серо-синего. Помады и карандаши для губ лучше использовать натуральных оттенков. И не рекомендуется использовать черный цвет макияжа. Да-да, мои брови. Теперь поговорим про летние светотипы. Они холодные и не контрастные. Тут есть три подтона кожи. Первая с нежным холодным румянцем, за счет того, что кровеносные сосуды расположены очень близко. Второй бледно-фарфоровый. И третий светлого-холодного оливкового подтона. При этом возможны серые веснушки. А летом кожа отлично загорает в ореховый оттенок. Счастливчики. Цвет волос от пепельного блондина до пепельного коричневого. Цвет глаз. И тут мне понадобится тетрадочка, чтобы не запутаться. Серо-голубые, светло-серые, ореховые, серо-зеленые, изю... изю... изюрудные и серо-коричневые. Летнему светлотипу отлично подойдет светло-бежевая или холодно-розовая основа. В качестве теней вам подойдут все холодные оттенки. Дымчато-постельные тона от серебристого до цвета антрацита. Это такой цвет серебристого, приближенный к черному. А также бледно-геловые, серо-коричневые, холодные тона розового и синего. Можете не пренебрегать перламутровым блеском. Вам он тоже очень подойдет. Брови вы можете сделать коричневого или черного цвета. Румяна не должны иметь четких границ и лучше подбирать цвета не ярче губной помады. Губная помада приглушенно-розовая, от светлых до темных оттенков. Третий – осенний светотип, теплый и контрастный. Кожа желтоватой, золотистой подсветкой двух типов. Первая – равномерно ровная, цвета слоновой кости или золотистого шампанского. Вторая – ярко-золотистого персикового цвета, часто с большими веснушками. Брови не яркие, зачастую светлее цвета лица, а ресницы вообще светлые. Такая кожа плохо загорает. И лично от себя хочу сказать, ребята, не посещайте солярий, это может очень плачевно для вас закончиться. Волосы от ярко-рыжего до коричневого цвета. Цвет глаз. Светло-голубые, зеленые, янтарные, серые, оливковые от золотистых до темно-коричневых. Такой цветотип очень привычен для меня, потому что я живу в Шотландии и здесь очень много рыжеволосых людей. Вам подойдет прозрачная основа, но исключается все холодно-розоватые тона. Чтобы перечислить цвет теней, я возьму тетрадочку, потому что мозг уже кипит от всей этой информации. Ну а я надеюсь, что вы уже нашли свой цветотип, нашли то, что вам будет полезно. Ну, либо ждете зимний. Итак, цвета теней, теплые землистые натуральные оттенки, абрикосовый, лососевый, хна, медь, бронза, золото, песочно-коричневый, цвета хаки, фиолетовый, баклажановый и синий. Но при этом исключайте голубоватый, бирюзовый и изумрудный цвет. Румяна темнее натурального цвета кожи. Вам подойдут ореховый, рыжевато-коричневый, красноватый или персиковый. Используя карандашик для губ, не делайте никаких четких линий. И карандашик должен быть на 2-3 оттенка темнее губной помады. А вот губную помаду можно выбрать любого красного, оранжевого, коричневого или золотистого оттенка. Ну и четвертый, холодный, контрастный, зимний цветотип. И тут мы разделяемся еще на два цветотипа. Первый цветотип белоснежки, когда кожа очень светлая, а глаза, брови и волосы наоборот очень темные. И второй, южный тип, когда все оттенки очень смуглые. Волосы у зимнего цветотипа бывают черные с синим отливом, темно-каштановые, пепельно-русые и, за редким исключением, платиновый блонд. Глаза при этом очень контрастные и красивые. Они могут быть синие, голубые, фиалковые, ярко-серые, темно-карие до черных. Основа должна подходить тон-тон естественному цвету кожи. А вот пудра вам подойдет белое, серебристое мерцание. Цвет теней, традочек. Бело-розовый, ярко-белый, снежно-голубой, бело-лиловый, металлический серый, розовато-белоснежный, синий, изумрудный, ярко-фиолетовый и черный. Но при этом в дневном макияже вам позволены исключительно натуральные цвета. А вот для цвета бровей нет никаких особых рекомендаций, вы можете подбирать то, что вам нравится. Румяный используйте в тон губной помаде. Цвет губной помады вам подойдет любой холодный розовый оттенок, вишневый, красный, лилово-бежевый или любой красный, близкий к пурпурному. Ну вот мы и поговорили про основные светотипы. Это видео было очень информативным. Я надеюсь, что вы подобрали подходящие для тебя цвета. И теперь, когда будете шопиться онлайн или пойдете в магазин, вы будете знать, на что надо положить глаз. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, это очень поможет мне в начале моей карьеры. Но еще не забывайте, я вас всех люблю!